Еще раз всем привет. Меня зовут Матвеенко Саша, и я руковожу минским офисом компании Mapbox. Я не самый технический товарищ в нашей команде, поэтому я хотел построить свой доклад таким образом, чтобы у вас возникли вопросы непременно, и я смог адресовать их более релевантным людям, которые сейчас сидят в зале. Несколько слов о том, чем занимается компания Mapbox. Свою теперешнюю популярность компания получила благодаря трем основным вещам. Это собственный тул для кастомизации и отображения данных на карте, очень удобное средство для разработчиков в представлении данных под каждой конкретной задачей. Второе – это очень удобный формат хранения этих данных, и третий – это легкий и быстрый графический движок. Вот благодаря трем вот этим штукам компания заняла свои позиции, и благодаря тому, что у компании сформировалось большое количество мобильных клиентов, она получила возможность собирать данные о дорожной обстановке. По этому же пути шел Яндекс, это уже не rocket science, это сильно улучшает качество автомобильной навигации, делает лучшее предсказание времени прибытия. Это позволило построить статистическую модель и модель real-time пропускной способности дорог. Но в какой-то момент стало понятно, что данные нужны не только для людей, но также и для машин. Причем, ну вот, наверное, мало кто будет спорить, что будущее за селф-драйвингом. Компания Яндекс, кстати, тоже хорошо это показывает. Вот. Поэтому необходимо было решение, которое бы worldwide могло бы собирать данные, которые бы потом легли в основу данных для селф-драйвинг автомобилей. Так как я сказал worldwide, это значит какая-то очень распространенная штука, и поэтому мы обратили внимание на мобильные платформы, логично. Но там существуют две основных проблемы. Проблема номер один – это быстродействие. Ну, вы как специалисты в области data science прекрасно понимаете, что я имею в виду. И вторая основная проблема – это точность датчиков, которые стоят на борту мобильных устройств. И сейчас я вкратце попытаюсь рассказать, как мы, собственно, боремся с этими штуками. Несколько хаков по оптимизациям нейронных моделей, которые нам помогли. Мы уменьшили число фильтров в два раза, что повлекло снижение качества результата где-то процентов на пять, но при этом практически в два раза повысило быстродействие. Мы переставляем операцию RELU в базовых блоках, что позволяет нам потом фьюзить ее движком и не тратить время при проигрывании. Мы также учитываем значение batch-норма в свертках и, соответственно, тоже скипаем эту операцию в дальнейшем. Четвертый пункт – это адаптивная конфигурация сетей под мобильные фреймворки. Ну вот в качестве примера у нас для NNPAC конфигурация со свертками 3х3 дала самый лучший результат. Ну, конечно же, неплохо поработать с флотами. Уменьшение размерности с 32 разрядов до 16 у нас тоже сильно подняло производительность. Ну, а потеря качества на уровне какой-то статистической погрешности была. Следующая очень интересная штука – это наша собственная разработка. Вот разработчик, кстати, сидит сейчас в зале. Можете потом у него поспрашивать. Это модель, которая делает сегментацию, детекцию одновременно. Она интересна, во-первых, тем, что мы оптимизируем использование GPU. Также очень интересный момент в том, что у нас были разные датасеты для сегментации, для детекции размеченной. И для того, чтобы их смержить, там потребовалось очень много работы. А вот эта сеть очень эффективно училась на двух разных датасетах. И уникальность ее в том, что качество отдельной сегментации, качество отдельной детекции выше, чем в отдельных сетях. Мы скейлинг изображения делаем на CPU по многим причинам. В частности, потому что мы хотим наиболее эффективно использовать GPU. Соответственно, мы не хотим тратить время на то, чтобы готовить буферы и потом закидывать у него большое количество данных. Поэтому мы предпогатавливаем все данные на CPU и уже скармливаем GPU-хе в такой формат, который для него является нативным. Последняя интересная штука мы назвали software throttling. Если кто-то работал с мобильными платформами, наверняка, особенно на iOS, вы замечали такую особенность, когда телефон перегревается и включается такой hardware throttling. Понижение частоты CPU. И это все начинает жутко дико тормозить. Тут мы несколько подходов применили. Во-первых, мы никогда не запускаем наши модели на пиковой скорости. Мы все время их так вот софтварно немножко понижаем количество обрабатываемых фреймов. И вторая штука. Мы в зависимости от разных параметров среды, например, самый яркий параметр это скорость. Когда мы стоим, нам не нужно очень часто обрабатывать фреймы. Поэтому мы поднижаем частоту использования фреймов и повышаем, когда скорость повышается. Простите за тавтологию. Еще интересный момент. Мы столкнулись с такой штукой, как паразитный GPS. Когда мы остановились, значение GPS все равно начинает приходить. И причем оно приходит как будто монотонная функция. Она так равномерно-равномерно начинает куда-то утекать. Поэтому нам потребовалось какой-то другой механизм для того, чтобы понимать, что мы стоим. И мы посмотрели, как ведут себя остальные датчики на телефоне. И вот для детектирования этого состояния мы используем больше акселерометр, чем GPS. Вторая проблема, о которой я говорил в начале, это точность датчиков. Вот у нас на мобильных устройствах не очень хороший GPS, не очень хороший акселерометр. Вот более или менее хороший гироскоп, но вот это единственное более или менее хорошее, что там есть. Поэтому для того, чтобы создавать точные данные, нужно вообще понимать, где мы находимся и где находятся объекты относительно нас. Поэтому основная наша проблема – это локализация. И мы, наверное, тратим на нее больше всего времени. Здесь на видео показано, как мы в режиме реал-тайм находим объекты, находим их размеры, находим высоту и предсказываем их расположение на спутниковом снимке. Делается это путем нескольких манипуляций. Во-первых, мы эстимируем положение камеры относительно автомобиля в системе координат автомобиля. Затем, зная по положению автомобиля в общей мировой системе координат, мы транслируем по положению камеры в общую мировую систему. И умея предсказывать расстояние до объектов, мы делаем эстимацию положения объекта на карте. Следующий этап того, что мы будем делать, это предсказание по заранее сохраненным объектам картографическим, предсказание своего положения в мире. Вот здесь вот на кадре дизайнер наш нарисовал какие-то точки. Вот. Но идея в том, что зная размеры объектов, зная, где они точно расположены на карте, зная наше предсказывая примерное положение нас на карте, можно просто детализировать в ту или иную сторону и предсказывать наше более точное положение. Отдельно расскажу про классификатор. Мы используем кастомный mobile.net и сейчас умеем в режиме real-time распознавать 116 категорий штатовских знаков, плюс 21 цифровой. Это обычно знаки скорости. Вот. И 54 китайских, но они такие, они похожи китайские, японские, в общем, азиатские. И плюс тоже 21 категорию цифровых знаков. Ну и здесь вот какие-то метрики у нас. Это мобильные метрики. Мне кажется, достаточно неплохо. Причем у нас есть преимущество. Мы работаем не с одним фреймом, когда мы двигаемся, а у нас есть набор фреймов, по которым мы можем уточнять, правильно мы сделали детекцию, классификацию, либо нет. Вот здесь вот примерный список поддерживаемых платформ. Мы работаем на мобильных устройствах iOS от модели iPhone 7 и выше. Android. Мы поддерживаем сейчас две мобильные, два мобильных фреймворка. Это Snapdragon от 650 и выше. Также поддерживаем фреймворк от Huawei, но он на самом деле не очень хороший. Вот здесь вот не самые крутые результаты, всего 9 FPS. У нас также есть модель для CPU, там, где мы используем только вычислительные возможности процессором. Вот. И мы поддерживаем еще две платформы от NVIDIA, такие как DrivePX и Jetson. Ну вот это вот так вот коротко, что как это выглядит, как работает. Это запись, кажется, с Android. Вот у нас там вверху, получается, рисуются референсные знаки, которые распознала сеть. Здесь мы определяем не только EgoLane, но нашу полосу, а также пытаемся считать количество полос, всех видимых полос на дороге. И вот это вот наша фишка ER-навигация. Это хороший кадр, когда мы едем в тоннеле, она продолжает работать. Вот. А это наша эстимация расстояния по монокулярному оптическому потоку. В будущем году мы хотим сделать суперкрутой ER. Мы хотим начать проект с оси ER. Мы хотим определять текст на билбордах, на знаках и более качественно сохранять семантику. Вот. И хотим ближе подойти к автоматически создаваемым и обновляемым точным картам для будущего селдрайвинга. О, у меня все. Еще хотел сказать, что так как в гости накануне Нового года не принято приходить с пустыми руками, тут у нас есть какой-то отдельный таймлайн для раздачи подарков. Но вот обратите внимание, что наши подарки там тоже вас ждут. Спасибо. Давайте зададим Саше вопросов. Благодарю вас за познавательный доклад. Насколько я понимаю, модель, то есть конечной точкой деплоя вашей модели является мобильное устройство. Мобильный embedded device, да. Отсюда у меня логичный вопрос. Зачем использовать слабые ресурсы мобильного устройства, если сейчас как минимум две платформы, Amazon и Google, предоставляют сервисы, которые позволяют производить онлайн предикт. И, соответственно, зачем тратить кучу ресурсов и времени на работу с мобильным устройством, если можно просто выгрузить модель в облачко и спокойно слотей данные, предобработанные, минимальные, получать предикт? Очень хороший вопрос. Но, наверное, ответ на него будет в той же области. А зачем вообще в жизни оффлайн? Вот. Если уже есть хороший интернет. Ну, во-первых, он есть не везде. А во-вторых, вот проблема, с которой мы столкнулись с онлайном, в том, что нам нужно, допустим, вот эстимировать нашу позицию чаще, чем там раз в секунду, там 30 раз в секунду, 60 раз в секунду. И это возможно только при… ну, только в оффлайн режиме, потому что мы не можем доверять тому, что нам придут релевантные результаты вовремя. Вот. Поэтому, ну, вот онлайн в нашем случае работает не очень хорошо. Но хороший вопрос, если в будущем будут там прям идеальные каналы связи, они будут работать везде. Вот. Можем туда посмотреть. Спасибо. Еще один вопрос. Буквально, наверное, недели две-три назад читал статью, которая исследовала о том, что нейронные сети очень чувствительны к 3D-поворотам моделей. То есть там было буквально, мы берем автобус, начинаем автобус чуть-чуть поворачивать в 3D, и в какой-то момент он то вообще не детектится, то превращается там условно в кофеварку или еще чего-то. Как я понимаю, это вам очень важно правильно задетектить, что это машина, что она там есть. Вот как вы с этим справляетесь, это первый вопрос. А второй вопрос, реально, насколько это важно. То есть вот перед вами едет машина, и она на полсекунды исчезла. Насколько это вот реально важно в ваших реалиях? Или полсекунды не проблема? Отличный вопрос. Я вот думаю передать его как команде или чуть-чуть ответить самому. Наверное, начну отвечать сам. Такая проблема, конечно же, есть. Но, как я сказал, у нас… Мы работаем не с одним фреймом, мы работаем с видео. То есть да, если у нас на каком-то фрейме что-то исчезло, потом опять появилось, то у нас контекст восстанавливается. Вот. Это первое наше преимущество. Второе. Вы спросили про то, что модели при 3D… При изменении положения они в какой-то момент перестают быть тем, что оно определило в начале. Ну, да, но первый хак, наверное, это добавить аугментацию. То есть сделать, попробовать показать модели объект со всех сторон. То есть сделать просто аугментацию. Вот. А второе… Не знаю, может быть меня Саша немножко дополнит. Как мы справляемся? Где Саша? Саша здесь. Всем привет. Я Саша. А, у нас Саша. Я team lead.science в Mapbox. И если у тебя достаточно большой датасет, то есть там 100k, 150k, у тебя этот автобус будет со всех сторон виден и нейросетки запомнят, как автобус выглядит со всех сторон. И при том у тебя еще мало классов и все классы друг с другом сильно отличаются. То есть автобус совсем не похож на автомобиль, поэтому он их не может перепутать. Нет? Там наше другое там приводит движение буквально там на пару пилей. Он поворачивает, и он перестает к выкатол. Вот. Для меня интересно, наверное, на стиле буквально там 4 недели и всего. Там и со всех сторон. Что же располагается? Ну, то есть такие вот инстанции… Ну, я думаю, что статья, скорее всего, про adversarial атаки, и на нас их никто не делает. То есть нет, мы не сталкиваемся с таким. То есть автобус, он всегда автобус со всех сторон. Спасибо, Саш, большое. Буквально пару слов добавлю. Вот моделька, про которую я рассказывал, которая делает и сегментацию, и детекцию одновременно, мы заметили, что она работает сильно более стабильно. То есть вот у нас отлично работала сегментация, то есть она не ошибалась. Как вот ты объект не разверни, она может немножко ошибиться с границами, но семантически она не ошибалась. Давайте не будем вот в такие детали влазить, у нас не очень много времени, и уже какие-то особенности реализации мы успеем обсудить в кулаках. Давайте зададим немножко больше разнообразных вопросов. Даша вот там передаст микрофон. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я хотел спросить, вы рассказали про то, как используется акселерометр и, возможно, гироскоп для детектирования остановки автомобиля, когда GPS не очень хорошо работает. Используете ли вы его еще и эти датчики, еще и для вычисления траектории движения, вычисления, уточнения позиций, например, в тех же тоннелях, когда GPS перестает работать совсем? Да, конечно. И это вот… Мы стараемся использовать все, да. Ответ на ваш вопрос, да, используем. Еще вопрос. Насколько это сложно, потому что… Сложно. Мы хорошо научились понимать, что происходит с акселерометром, наверное, только по одной оси, и только недавно, вот. Он плохой в мобильных устройствах, он прям жутко шумный, вот. И… Ну и там нужно поковыряться, нужно… Мы собирали отдельно датасет с внешнего, там, дорогущего устройства, потом коррелировали события, которые происходили, то есть матчили по таймлайну, вот. Смотрели, какие события, что происходит, что происходило в тот момент там на более точном устройстве, что на нашем, вот. Строили такую модельку. Да, там прям экспериментов очень-очень много. К сожалению, у нас сегодня отсутствует вот человек, который занимается непосредственно этим. Ну вот есть Денис Корончик. Денис, покажись. Вот если кому-то интересно… Ну встань, пожалуйста. Если кому-то интересно порасспрашивать про датчики, вот можно к Денису обратиться потом. Спасибо. Здравствуйте. Я здесь. Спасибо большое за ваш доклад. Очень интересно. Я хотел спросить, как один из способов оптимизации вы указали переход от флот-32 к флот-16? И мой вопрос связан с тем, что можно ли сильнее уменьшать точность весового, потому что в одной из лекций, по-моему, CS-231N Кстендовского университета говорила, что можно уменьшать точность прям очень сильно и на модели-то сильно не повлияет на качество. Вот как вы пробовали что-нибудь в этом направлении или нет? Да, вот Саша тянет руку. Я со своей стороны хочу сказать, что да, это самый ближайший эксперимент, который мы хотим попробовать, а сейчас Саша подробнее расскажет. Ну на самом деле, да, при переходе в int8 можно вообще ничего не потерять. если тренировать специальным образом. Ну как бы так мы не на TensorFlow, мы пока не можем тренировать специальным образом. А второй момент здесь, что не все фреймворки поддерживают int8. Например, CoreML пока еще не поддерживает. SMP вроде поддерживает, но в специальном формате в TensorFlow. То есть туда нужно понять, как переводить. Круче всего должен QNNPack поддерживать, но мы на CPU не хотим работать, потому что он сильно греется. Понятно. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо, Александр. Такой вопрос. Вот учитывая то, что мы работаем на мобильных устройствах, тут даже иногда GPS включишь, у тебя батарея сразу уходит, а у вас там много датчиков, камера включена. Насколько вы вообще заморачиваетесь под оптимизацией использования батареи в мобильных устройствах? Спасибо. Классный вопрос. Прям очень сильно заморачиваемся. Вот заморачивались со старта проекта и до сих пор заморачиваемся, если в общем рассказать. Забавный факт. Мы когда запустили нашу первую версию, у нас батарейка телефона разряжалась быстрее, чем заряжалась от автомобильной зарядки. Вот. Сейчас мы заряжаемся быстрее. Ну да, и мы до сих пор работаем по… Там у нас очень есть прям оптимизация, 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 очень глубокие. Можно тоже у Дениса, кстати, спросить. Это вот основной человек, который этим занимается. Спасибо. Спасибо за доклад. Вот в докладе звучало такое, что для определения того, ездит ли машина или стоит, вы отказались от GPS и перешли на датчики внутренние. Но если вспомнить физику, ну, школьную еще, то существуют такие инерциальные системы. Например, мы находимся внутри корабля и мы не можем определить никаким физическим способом, стоит корабль или плывет. Вот. То есть если мы будем двигаться на машине равномерно, то что у вас будет? Мы сможем определить, едем ли мы или стоим? Ну, вообще мне тяжело представить себе в реальной жизни равномерное движение. Если мы же вспомним школьный курс физики, да? Вот. Наверное, не сможем. Вот если прям будем ехать равномерно, тогда если машины начнут уметь, вообще объекты в этой действительности начнут уметь двигаться равномерно, то мы можем использовать Optical Flow для того, чтобы смотреть, что происходит. Вот. Но пока нам было достаточно акселерометром. Спасибо за вопрос. Добрый день. Спасибо за доклад. Очень интересно. Поностальгировал. Раньше похожими вещами занимался. Вот. Вопрос такой. Вы используете на фулл стеке только дип-ленинг? То есть, например, для задачи вроде подсчета полос на дороге вполне подходят алгоритмы классического компьютерного зрения. Они вроде более выгодные по перформансу и все такое. Да. Спасибо. Хороший вопрос. Много думали о том, что же использовать для детекции лейнов. В итоге выбрали нейронки просто потому, что с ними проще и быстрее. Потому что алгоритмами компьютерного зрения потом тяжело вытягиваются разные ситуации, когда там заснежено немножко, дождь, блики, еще что-то, еще что-то. И вот это вот все нужно как бы придумывать и учитывать алгоритмами. Там по поискам и так далее. То есть, да, эти штуки работают быстрее. Я с тобой полностью согласен. Но, наверное, на их полноценную реализацию нам бы потребовалось сильно больше времени. Но пока справляемся нейронками. Спасибо. Давайте сейчас все вопросы перенесем в кулак. У нас сейчас будет большой перерыв на 20 минут. И это будет не последний перерыв за сегодня. Поэтому давайте поблагодарим Сашу за очень интересный доклад. Спасибо.